В эфире Самарский телевизионный вестник, в студии Дарья Добровольская. Здравствуйте! Боевая техника, ретро-автомобили и стройные шеренги. Самара вместе со всей страной отпраздновала 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Основные торжества развернулись 9 мая на площади Куйбышева. Увидели своими глазами парад победы и корреспонденты Самарского телевестника. 10.00. Бой курантов. Знаменная группа выносит государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Это та самая официальная копия боевого полотнища «Водруженного» над Рейхстагом в далеком мае 45-го. Праздник со слезами на глазах. Миллионы наших соотечественников отдали жизнь за мир, за свободу, за будущее. Беззаветно служа Родине и народу. Они шагнули в бессмертие. Уважаемые земляки, от всего сердца поздравляю вас с 79-й годовщиной Великой Победы. 9 мая – священная дата для каждого из нас. В ней слили свои тяна радость и спор. Боль, потеря, гордость за силу, отвагу и стойкость поколения победы. Незабываемый май 1945 года стал вечным символом того, как бесконечно много можно преодолеть человек в борьбе за правой артизентами. Нет в России семьи, которой бы не обозвала война. Наши отцы, деды и братеды защищали Родину всем миром. Солдаты на фронте сражались нищие для себя, до последнего взду. Люди в тылу завоотверженно глядились, чтобы дать фронту сегодня Академии. На победу работливая война все, мало до великого. И в этом единстве и заключается несокрушимое тело народа победителя. В самый тяжелый период войны наш регион дал пузнице оружие на победу. А город Куйбышев – запасной столицей страны. Здесь работали десятки оборудователей. Прокращающие сроки налаживают выпуск самолетов, поражений и боеприпасов. Мы по праву гордимся тем, что сразу два города региона – Самара и Сызра – что достойны президентом почетных званий «Город Курнодовой Тобоблиц». На площади Куйбышева прошли 20 парадных расчетов, среди которых военнослужащие 2-й гвардейской армии, сотрудники силовых ведомств, спасатели, казаки и кадеты. Всего более тысячи человек. Прохождение военной техники. На площадь въезжает легендарный танк Т-34. Это боевая машина образца 1941 года. Именно на таких танках Красная Армия воевала вплоть до 1943 года, когда на вооружение стали поступать модернизированные машины. Жителям Самары и гостям города была предоставлена возможность воочию увидеть боевые машины, которые сегодня находятся на вооружении российской армии. Бронеавтомобиль «Тигр-М». Колесная бронированная машина последнего поколения ВПК «Спартак». Модернизированные автомобили «Урал», которые буксируют гаубицы Д-30. Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Все это новейшие образцы. За ними идет ретро-техника. Легендарные машины времен Великой Отечественной войны. Фронтовые разведчики-мотоциклы. К-750 и М-72. И техника, которую поставляли по «Ленд-Лизу». Автомобиль «Додж». На одном из них пулемет «Максим». Его нашли в легендарном доме Павлова в Волгограде. Далее идет «Эмка» «ГАЗ-М1». Американские джипы «Бантан», «Додж», «ГАЗ-3А», «ГАЗ-64». «ГАЗ-Пикап-416», штабная «Эмка», «ГАЗ-М1». Советский легковой автомобиль Горьковского автозавода. И штабная машина «Шевроле». «ГАЗ-69». В Самарской области более 495 тысяч жителей выбрали электронные трудовые книжки. Стоит отметить, что получить необходимые сведения из электронной трудовой книжки можно в режиме онлайн через личный кабинет на портале госуслуг. Все данные будут предоставлены в виде выписки с заверенной цифровой подписью. Данный документ можно сохранить на компьютере, мобильном устройстве или электронном носителе, а также распечатать или направить по электронной почте. Кроме того, при необходимости данную информацию можно получить и на бумажном носителе. Для этого следует обратиться в МФЦ или клиентскую службу отделения СФР по Самарской области. Переход на электронную трудовую книжку осуществляется на добровольной основе и может быть проведен только после обращения к работодателю с соответствующим заявлением. Для тех, кто впервые устроился на работу, начиная с 2021 года, все сведения об их трудовой деятельности будут формироваться сразу в электронном виде. В Самаре женщина-автомобилист на иномарке врезалась в припаркованный КАМАЗ. ДТП произошло в промышленном районе города. Из собранных сотрудниками госавтоинспекции материалов следует, в районе двух часов ночи 30-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем, двигалась по улице Нового вокзальной. В пути исследования на всей скорости въехал в стоящий КАМАЗ. В нем находился 21-летний водитель. С места ДТП водитель иномарки госпитализирована. Пенсионерка из Красноглинского района перевела мошенникам более миллиона рублей. В поисках дополнительного заработка 60-летняя женщина, проживающая в Ставропольском районе, наткнулась на паблик в соцсетях, предлагающей легкий доход. Для заработка денежных средств всего лишь нужно было сливать ставки на договорных матчах на одном из букмекерских сервисов, используя онлайн-кошелек, который ей будет пополнять работодатель и получать с каждой операцией свой гонорар. Зарегистрировавшись в системе, указав свои банковские реквизиты и с помощью наставника, женщина в течение месяца упорно вкладывала свои денежные средства в заведомом проигрышные позиции в турнирной таблице. Решив проверить виртуальный кошелек на подложном сайте и не обнаружив на нем денежных средств, пенсионерка осознала, что самостоятельно подарила мошеннику отложенные на покупку квартиры детям более миллиона рублей и обратилась за помощью в полицию. Самарская область накрыл мощный геомагнитный шторм. В воскресенье 12 мая буря достигла 9 баллов. По шкале геомагнитной активности это экстремальный шторм и самая высокая отметка. В понедельник 13 мая ожидается шторм уже в 6 баллов. Во вторник 14 мая геомагнитная активность будет колебаться от 4 до 2 баллов. Далее все утихнет. Это отразилось на метеочувствительных людях. В периоды магнитных колебаний необходимо как можно бережнее относиться к своему организму. В этот период метеочувствительные люди могут испытывать недомогание. У гипертоников может повыситься артериальное давление, а у людей с пониженным давлением наоборот оно упадет еще ниже. Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Метеочувствительным людям медики советуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Крылья советов проиграли Грозненскому Ахмату. Команды встретились в Самаре в 28-м туре чемпионата Российской премьер-лиги. Болжане с первых минут завладели инициативой, но счет в матче открыли гости. В компенсированное к первому тайму время Мохаммед Канате реализовал выход 1 на 1, 0-1. На 62-й минуте встречи Бернард Бериша забил второй мяч в ворота самарцев 0-2. В следующем матче Крылья советов сыграют в Москве с Динамо. Игра состоится в субботу, 18 мая в 15.00. Первый раз мы за весну попали на команду, которая вот так эшелонированно и глубоко обороняется. И, ну, конечно, мы ожидали такой игры, мы готовились и хотели сами найти какие-то преимущества в таком расположении соперника. В целом, первый тайм, считаю, что был достаточно хорошим, интересным с нашей стороны в плане того, что мы, ну, как планировали играть. Ну, кроме, конечно, вот самых таких последних штрихов финишных, мы что-то создавали, но, конечно, хотелось бы большего. Тут мы, как бы, исходя из такой вот контратакующей манеры соперника, надо было чуть внимательнее быть, но какие-то вот у нас ошибки индивидуальные там. Ну, я сейчас больше про первый гол говорю, который привели к голу, потому что второй гол уже так мы стали структуру потихоньку терять, мы стали слишком, ну, так, раскрываться. И отсюда еще одна, ну, так, цепь ошибок индивидуальных там, и в том числе без момента совершенно, да, которые привели к голу и, наверное, уже, ну, так, по факту закончили игру. В Самарской области ожидаются заморозки. Такой прогноз делают специалисты Приволжского ГМС. Ночь на вторник в регионе будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 0,4 градуса. Местами заморозки до минус 1-3 градусов. В нем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9-14 градусов. Это были все новости на сегодня. Далее интересные программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gislimaski.ru. Смотрите наши новости в телеграм-канале, выведите на экране QR-код, сканируйте его с помощью камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.